МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Зиасна Спаев. Сурдоперевод Аксона Отечика и коротко о главном в сегодняшнем выпуске. Социально-экономическое развитие области. В этом году в планах реализовать ряд инвестпроектов. Достижения и перспективы обсудили на расширенном совещании с участием главы региона. Рыбалка без путевки. Только за первые недели января в области было выявлено 11 нарушений. Раконьеры понесут ответственность. Воспитать истинных патриотов. В школах стартует акция парта героев. Кто сможет стать участником необычного проекта? Об обновлении судейского корпуса рассказал сегодня президенту председатель высшего судебного совета. По словам Дениса Шипа, они впервые провели конкурс для юристов. Его победители смогут стать судьями областных судов, минуя районный уровень. Таким образом, удалось привлечь больше узких специалистов. Глава высшего судебного совета также доложил об итогах деятельности за прошлый год, о состоянии судейского корпуса страны и в целом о реализации поручений президента. Президенту было доложено о планах по институциональному укреплению совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию Института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности. Премьер-министр раскритиковал акиматы областей за отставание от плана по привлечению иностранных инвестиций. По итогам прошлого года аутсайдерами стали Улутауская, Тарауская и Жамбулская области. Альхан Самоилов указал на основные причины. Это затягивание процедур выдачи земельных участков и технических условий, а также неготовность необходимой инфраструктуры. В прошлом году промышленными предприятиями области произведено продукции на 2,4 триллиона тенге. На крупных объектах ворнодобывающего сектора специалисты отмечают снижение объемов, но в обрабатывающей промышленности показатели возросли на 6%. Лидерами производства по результатам года стали Карабалыкский и Костанайский районы, а также район Биэмбета-Майлина. О социально-экономическом развитии региона, инвестиционных проектах и строительстве новых объектов расскажем в следующем сюжете. В Костанайской области в прошлом году произведено продукции на 1,6 триллиона тенге. Рост отрасли обеспечен в основном за счет увеличения производства машиностроения, продуктов питания и металлургической промышленности. В районах наблюдается положительная динамика развития сельского хозяйства. Но, по словам Акима области, показатели в сфере животноводства неудовлетворительны. Регион должен обеспечивать молоком, мясом и яйцом не только жителей области, но и экспортировать отечественную продукцию. Снижено поголовье свиней и птиц по области. По производству мяса, молока и яйца картина тоже отрицательная, к сожалению. Снижение мяса зафиксировано практически во всех районах, за исключением Амангельдинского района. Наибольшее снижение допущено в Сарикольском 53%, а у Ликольском 60%, в Миндогоринском 63%, в Житогоринском 67%, в Узункольском 74%. Практически в половине регионов наблюдается снижение надоя молока. А у Ликольских 71,9%, в Миндогоринских 78%, на Урзум 85%, в Житогора 86%. В экономику области в прошлом году привлечено более 400 миллиардов тенге инвестиций. Реализовано 8 индустриальных проектов на 20 миллиардов тенге. Создано 615 рабочих мест. Значительный рост инвестиций в основной капитал обеспечили город Рудный, Алтонсаринский, Миндогоринский и Денисовские районы. Аркалык-Житогоринские и Кустанайские районы в этом списке оказались последними. Согласно предварительным планам, в 2023 году планируется создание не менее 11 тысяч новых рабочих мест, ввод в эксплуатацию 462 тысяч квадратных метров жилья, обеспечение жильем не менее 3,5 тысяч семей ежегодно, реализация семи индустриальных проектов на 116 миллиардов тенге с созданием более 1200 рабочих мест, увеличение объема инвестиций в основной капитал до 435 миллиардов, достижение доли дорог, находящихся в хорошем удовлетворительном состоянии до 87%, увеличение доступа сельского населения к качественной питьевой воде до 84,5%. В Камыстинском районе откроют комбикормовый цех, реконструируют заброшенное здание гостиницы под многоквартирный дом. В Денисовском районе построят дробильно-сортировочный комплекс. Также возобновят работу мельничного комплекса. Планируется возведение жилого дома в селе Некрасовка. За прошедший период введено за счет частных застройщиков 2489 квадратных метров жилья, что составляет 100% от доведенного плана и что больше почти в три раза показателя введенного жилья частным застройщикам в 2021 году. Но в общем показатель ввода в действие жилых домов составил 82,4%. Снижение объема связано с тем, что в 2021 году введен в эксплуатацию коммунально-жилой дом 20-ти квартирной площадью 2263 квадратных метра. Для частичного решения жилищного вопроса в 2021 году разработана проектно-сметная документация на строительство 18-ти квартирного жилого дома в селе Некрасовка. Глава региона Кумар Аксакалов дал ряд поручений Акимам городов и районов. Одной из главных задач является строительство современных овощехранилищ и молочно-товарных ферм. Также Кумар Аксакалов отметил необходимость ускорения работ по завершению домов-долгостроев, которые предназначены для льготного кредитования. В областном Акимате сегодня представили ряд новых назначений. В ходе аппаратного совещания в областном Акимате глава региона Кумар Аксакалов представил своего нового заместителя по социальным вопросам. На эту должность назначен рейтанат Мухаммед Калиев. Ранее занимал должность заведующего секретариатом руководителя администрации президента республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Акима области. Распоряжением Акима Кустанайской области Кумар Аксакалова с 26 января текущего года Качкурова Оксана Евгеньевна назначена временно исполняющей обязанности руководителя управления государственных закупок Акимата Кустанайской области до дня получения результатов специальной проверки. Ранее она занимала должность советника председателя правления акционерного общества социально-предпринимательская корпорация ТАБОУ. Руководителем управления образования Акимата Кустанайской области назначена Айман Ибраева. Ранее она занимала должность заместителя руководителя управления образования. Айман Елимановна окончила Кустанайский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. Имеет большой опыт работы в сфере образования. В Кустанайском областном филиале партии Аманат состоялось заседание экспертной группы, на котором обсудили проект предвыборной программы партии. В рабочую группу вошли эксперты сферы экономики, финансов, юриспруденции. Подробности в следующем материале. Бизнес, образование, здравоохранение и гражданский сектор. В областном филиале партии Аманат собрались представители разных сфер. На повестке дня обсуждение проекта предвыборной программы партии Аманат по Кустанайской области. Ни для кого не секрет, что мы находимся на пороге новой электоральной кампании. И поэтому наш депутатский корпус седьмого созыва посчитал очень важным поделиться со своими коллегами опытом, который наработан за время работы в депутатском корпусе Кустанайской области. Что еще хочется отметить? На сегодняшний день в рамках концепции следующего государства абсолютно все документы мы стараемся готовить с учетом обратной связи итогов социологических исследований и, самое главное, наказов наших потенциальных избирателей. Поэтому наши депутаты уже сегодня ведут отчетную работу о том, что ими было сделано за период работы 2021-2022 года. Рабочей группой на постоянной основе проводится анализ поступающих в общественную приемную партии предложений избирателей, которых, к слову, немало. Представители партии отмечают, каждый вопрос или предложение без внимания не остаются. Кандидаты в депутаты, выдвигаемые от партии, должны единым фронтом идти с одной предвыборной программой. Она будет отличаться, может быть, в зависимости от региональности, там по областной Маслехат и городской районной, в зависимости от районов. Но общие проблемы, они в принципе известны. Теперь мы должны их положить на бумагу для того, чтобы было ясно, какие проблемы в регионе есть и как мы предполагаем их решить. Вот сейчас собрались авторитетные представители партии, затем программа будет вынесена на решение конференции. Она будет движаться, конечно, областная программа предвыборная, будет движаться на областной конференции. Но до этого мы должны ее обсудить именно в живом такой, в живой беседе, в живом разговоре. Стоит отметить, что основа предвыборной программы партии – это обращение граждан. По словам специалистов, программа будет не только составлена, но и укомплектована, как дорожная карта. В ней будут прописаны четкие планы, следовать которым партийцы будут в ближайшие пять лет. Диасна Спаев, Руслан Жабаев, Селиканал, Кустанай. Воспитать патриотизм со школьной скамьи – такова цель акции «Парта героя», которая стартует 1 февраля во всех школах, а также учреждениях дополнительного образования области. Продлится она до конца года. По итогам будут выявлены лучшие учебные организации. Все подробности в материале моих коллег. Привить подрастающему поколению любовь к истории, изучению жизни выдающихся личностей – одна из основных задач предстоящей акции. Как говорят организаторы, право занять место за партой героя будет не у всех школьников, а лишь у тех, кто отличился в учебе, спорте, а также общественной жизни школы. Мы очень ждём эту акцию. Это очень необычный и познавательный проект. Мы хотим, чтобы все наши ученики приняли в нём активное участие. Ознакомившись с положением, были рады тому, что мы сами вправе выбирать героев, которые будут изображены на партах. Хотим начать с малоизвестных, а их у нас немало. Данная акция даст возможность детям изучать историю с совершенно разных сторон. Я считаю, что им это будет интересно. Тем более, право сесть за эту парту нужно будет заслужить. Айдана Есенькельдек – за гордость школы. Девочка является обладательницей призовых мест в различных сферах, начиная от школьных олимпиад, заканчивая дебатами. Изучение истории для неё отдельная тема. Ею она увлекается ещё с детства. Поэтому, узнав об акции, сразу же решила принять участие. Принять участие в акции решила, не задумываясь. Для меня это очень интересно. Помимо олимпиад, научных работ и дебатов, я увлекаюсь и театральным кружком. Так мы ставим различные спектакли, в том числе и исторические. Мы изучаем черты каждого героя, стараемся понять, почему он поступил тем или иным образом. Я думаю, что смогу применить все свои силы и навыки для того, чтобы в числе первых сесть за парту героя. Ведь это большая честь и ответственность для каждого ученика. Кроме патриотического воспитания, проект затрагивает и эмоциональное состояние детей. Внедрение подобных проектов даёт возможность школьникам раскрыть свой потенциал в полной мере, отмечают психологи. За партой смогут сидеть не только отличники, но и те, кто своими нравственными поступками сумели завоевать уважение окружающих. Я думаю, что это будет большим подспорьем в воспитании нашей молодёжи и именно в патриотическом воспитании. Потому что патриотизм – это самое основное. Какой бы ни был предмет, какой бы ни был кружок, самое основное, что красные линии проходил патриотизм. Я думаю, будет хорошо, если школа разработает сама какие-то правила. Кто там будет сидеть, за какие заслуги. Это не обязательно какой-то отличник. Это, возможно, ребёнок, который совершил что-то хорошее. Это всё на усмотрение школы. Не обязательно одна парта во всей школе. Может быть, это будет одна парта в каждом классе. В каждом классе найдётся такой ученик, который заслуживает сидеть за этой партой. Ну и, естественно, это право будет переходить, допустим, через месяц другому ученику, через неделю. Это всё зависит от того положения, которое утвердит школа. По словам организаторов, после окончания акции будут выявлены лучшие учебные организации, сумевшие показать себя. Членами жюри будут оцениваться креативность и подход в развитии этого проекта. Победители будут награждены грамотами и ценными призами. Сезон зимней рыбалки в самом разгаре. Сотрудники рыбной инспекции ведут активную работу по выявлению браконьерства. Только за первую неделю января в области было выявлено 11 нарушений. О том, сколько случаев браконьерства было зафиксировано в прошлом году, расскажут мои коллеги. В прошлом году инспекции было выявлено 145 административных правонарушений. Большая их часть связана с ловлей рыбы в запрещенных для этого местах. Использование ловушек и снастей, запрещенных в Казахстане. К примеру, ловли на капканы и сети. Другим частым нарушением является рыбалка без путевки с чрезмерным выловом. Напомним, что без разрешения один рыбак может поймать не больше 5 килограммов рыбы. Как инспекция у нас функция, в первую очередь, контрольный надзорный, то есть сохранение биоресурсов для контроля, чтобы не было браконьерства, чтобы не было каких-то грубых нарушений в отношении пользователей, проверяемых в отношении физических лиц, юридических лиц. На самом деле, на сегодня тоже в этом плане идет, но что в законодательстве многое изменяется, как для пользователей, так и для спортивного любительского рыбоводства. То есть в этот счет законодательно сейчас вносится много изменений. По материально-техническому отношению тоже сейчас у нас комитетом полностью оснащается новая техника, то есть для своевременного реагирования, потому что водоемов у нас территория большая, даже Кустанайская, Октябрьская область, для своевременного реагирования, выездов, по фактам браконьерства тоже эта работа проводится. Также в прошлом году было заведено 4 уголовных дела по браконьерству, чаще всего это незаконная ловля и перевозка краснокнижной рыбы. Виновные понесли уголовное наказание. Чаще всего браконьерство происходит весной, так как это период нереста и рыбалка на некоторые породы рыб полностью запрещена. Но не все рыбаки соблюдают закон, поэтому именно весной проводятся активные рейдовые мероприятия по пресечению браконьерства. Также контролируем о том, чтобы бережно относились к водоемам, не оставляли мусор после себя, тоже это есть, предусматриваются законодательные статьи, которые предусматривают ответственность в данном направлении в случае нарушения законодательства. И непосредственно усиляет ответственность по грубым нарушениям, сейчас ущерб. Именно есть буквально за прошлый год у нас 4 уголовных дела возбуждено за незаконную перевозку, добычу рыбных ресурсов. Два по Октябрьской области, два по Кустанайской области с естественным предъявлением ущерба. Сотрудники рыбной инспекции проводят регулярную разъяснительную работу с рыбаками. Напоминают правила ловли и периоды запрета на отлов рыбы. Кроме профилактических мероприятий, рыбная инспекция проводит и рейды. В прошлом году в ходе одного из них был задержан житель Корабылыхского района. Он перевозил незаконно выловленную рыбу. Общий вес груза составил более 60 килограммов. На нарушителя было заведено административное дело. Также ему был предъявлен иск на возмещение общего ущерба. В целях пресечения незаконного лова рыбных ресурсов организована работа, профилактическая работа на рейдовые мероприятия на водоемах Кустанайской области. В целях пресечения незаконного лова разработан план совместных мероприятий совместно с сотрудниками органов внутренних дел, а также местно-исполнительными органами. Организованы совместные мобильные группы по выездам. То есть за прошлый год, 2021, на территории Табултургайского бассейна сотрудниками инспекции выявлено 245 административных правонарушений. Также уже в текущем году в рамках плана совместных мероприятий также отчислены выезды совместные. По состоянию на 26 января уже выявлено 11 административных правонарушений. Законы и правила вылова рыбы существуют не просто так. Они напрямую регулируют деятельность рыболовов и количество пойманного ими улова, тем самым сохраняя и приумножая разнообразие в водоемах нашей области. Бесконтрольный вылов рыбы ведет к природным экономическим убыткам, мешая деятельности предприятий и промысловиков. Дмитрий Мушталь, Ибек Султанов, телеканал Кустанай. В продолжении темы охраны окружающей среды и защиты животных. 750 миллионов тенге планируют выделить на изучение сайгаков в полувольных условиях. В Казахстане планируется вырастить свыше тысячи сайгаков в рамках исследований животных. На эти цели потребуется 250 миллионов тенге в год. Животных будут изучать с рассмотрением возможностей дальнейшего одомашивания. Напомним, что на территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. В связи с сокращением численности сайгаков до 21 тысячи в 2003 году правительством Казахстана принят ряд комплексных мер по их охране. В том числе введен мораторий на их использование, который продлен до 2024 года. В ближайшее время в стране планируют полностью реабилитировать жителей, что стали жертвами политических репрессий. Для этого в стране разработан план. В ближайшее время в стране планируют полностью реабилитировать жителей, что стали жертвами политических репрессий. Для этого в стране разработан законопроект, в рамках которого планируют внедрить новый механизм реабилитации. Работа государственной комиссии также будет продолжена. Подробности в следующем материале. Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий создана в 2020 году. Ее деятельность сосредоточена на научно-исследовательском направлении. Членами комиссии, видными учеными, экспертами проведена масштабная работа в архивах страны. Изучены закрытые фонды. На сегодняшний день специалистами было рассекречено более 2 миллионов 400 тысяч документов. На этот год планируется порядка 300 тысяч документов рассекретить. Это не просто рассекречивание документов, но комиссия занимается еще и публикацией. Буквально недавно, я думаю, в ближайшее время в Кустанай тоже в библиотеки попадет это издание, 31 том вышел документов по итогам работы государственной комиссии. Там и работа центральной комиссии, работа проектного офиса, который у нас в Астане работает. Это работа научно-исследовательских институтов и региональных комиссий, в том числе нашей Кустанайской комиссии, которая тоже большую работу сейчас делает. И эта работа будет продолжена, этим 31 томом не ограничится. И в этом году будут выходить отдельные тома. Сейчас специалистами подготовлен законопроект о полной реабилитации жертв политических репрессий. Выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий. В рамках законопроекта перечень категории, имеющих право на реабилитацию, также расширили. Кроме противников политического режима, планируется реабилитировать и участников восстаний, крестьян, представителей духовенства, военнопленных и так далее. У нас сейчас процедура реабилитации по заявлению. То есть кто-то должен подать заявление, генеральная прокуратура рассматривает. Если соответствует данное лицо реабилитации, соответственно, значит, принимается такое решение. По проекту нового закона будет теперь незаявительная процедура реабилитации. То есть все лица, которые будут выявлены путем работы в архивах, они будут автоматически подлежать реабилитации. И очень важное отличие – будет создана база данных, и этот процесс будет автоматизирован. Вот сейчас такая база формируется, и будет возможность у каждого гражданина Казахстана, вообще у каждого человека посмотреть, поискать своих родственников, найти их, узнать их судьбу. У нас, к большому сожалению, очень многие не знают судьбы своих родственников. Кто-то потерялся в годы коллективизации. Чих-то судеб мы не знаем. Как отмечают специалисты, на сегодня по старому закону реабилитировано более 311 тысяч человек. В текущем году Государственная комиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов. Алмажана Мангельдинова, Руслан Жабаев, Телеканал Костанай. Как быстро и результативно выучить государственный язык? Какие методики эффективны и в какую литературу взять за основу? Эти вопросы стали темой круглого стола в Костанайской областной библиотеке имени Льва Толстого. Маргарита Иванова побывала на мероприятии. В своем послании народу Казахстана глава государства Касым Жумар Токаев акцентировал особое внимание на статусе государственного языка, необходимости его развития и популяризации его использования во всех сферах общественной жизни. Областной центр обучения языкам Тельдарын ведет активную работу в этом направлении. Бесплатные обучающие курсы, различные челленджи и мероприятия создают мотивацию и повышают заинтересованность среди населения. Круглые столы, организованные ими, помогают находить ответы на актуальные вопросы. Среди участников нынешнего мероприятия представители творческой интеллигенции, общественных объединений и государственных органов области, а также молодежи некоренной национальности, овладевшей казахским языком. На сегодняшний день очень важно понимать значимость государственного языка всем этносам, проживающим на территории республики Казахстан. Важно знать, что государственным языком является казахский язык. Сегодня для молодежи, для взрослого населения созданы все условия для изучения государственного языка. Язык можно выучить при центре обучения языкам Тельдарын, при областной ассамблее, а также при партии Аманат. Я думаю, что было бы только желание, не нужно знать какой-то в совершенстве литературный язык, важно знать разговорный, важно понимать, важно поддержать диалог. Я думаю, что это главное, что сегодня должна понимать наша молодежь. Развитие языковой политики и ее реализация на всех уровнях стали одними из приоритетных задач, поставленных с первых лет. Обретение независимости. Пример Натальи Ромазанова отнюдь не является исключением. Напротив, год от года количество молодых людей, владеющих государственным языком, увеличивает сознание казахского сегодня не только необходимость, а скорее символ прогрессивности по мнению нового поколения. Сегодня областной центр обучения языка проводит круглый стол казахтленом Булаша, казахтленде. Цель сегодняшнего мероприятия реализовать казахский язык во всех сферах. На сегодняшнем мероприятии присутствуют общественные деятели нашего города Кустаная и молодежь, которая владеет казахским языком. Телеканал Кустаная, принимая во внимание важность развития государственного языка, не остался в стороне. И в качестве меры поддержки для начинающих обучения выпускает цикл телепередач под названием «Время говорить». С их помощью вы можете не только овладеть базовыми знаниями, но и узнать подробности о прошедшем мероприятии, а также вдохновиться примером других людей. Смотрите нас по средам 18.10. Маргарита Иванова, Олжаса Синджигитов, телеканал Кустанай. Ну а к этому часу у меня все больше новостей на нашем официальном сайте kustanay.tv.kz. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова